Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, у нас с вами Новолуния в Тельце. И я хотела бы поделиться с вами чудесной практикой. Вы знаете, что Телец это всегда красота, любовь, счастье, нега и также тишина и спокойствие. Об этом Новолунии я рассказывала в предыдущем видео и вы можете его посмотреть. Ну и конечно же Телец связан именно с горловой чакрой. Он связан со вторым домом, а второй дом это у нас горловая чакра. Очень часто на это Новолуния у многих может заболеть горло. Например, выпили холодной воды или съели что-то немытое. Да и вообще у тех, у кого очень часто болит горло или может быть холка, или как-то вот вы страдаете именно тем, что связано со второй чакрой. Или же может быть у вас голос хриплый или дикция не такая. Вы можете от этого всего избавиться именно на это Новолуния. Да, действительно избавиться именно на это Новолуния. То есть прибавить себе жизненных сил, прибавить себе здоровье. Новолуния это будет длиться еще две недели. Растущая луна это новые задачи, новые проекты, которые нам ставит это Новолуния в Тельце. Именно в Тельце. И я здесь приготовила платочек. Многие из вас, девочки, носят платочки около шеи. Ну а мужчины какие-то шарфики тоже или же может быть галстуки. Неважно. В любом случае у нас зимой и весной мы носили с вами что-то на шее. Или шарфики, галстуки, бабочки, ленточки. Неважно что, подойдет все абсолютно. Вот то, что вы носили. Если вы хотите избавиться от какой-то хвори, связанной с горловой чакрой, или начать хорошо петь, или хорошо говорить, свою дикцию как-то восстановить. Значит, опять-таки, одеваете этот шарфик, идете к ближайшему дереву. Девушки идут к дереву женского рода. Лучше всего, конечно, работает эта березка. Береза, осинка, яблоня, груша, вишня тоже подойдет. Если же мужчина, мужчины идут к мужскому дереву. Снимают вот этот вот шарфик, ленточку или галстук. Все, что вы носили на шее. Завязываете. Вы можете на любой веточке завязать этот платочек и сказать следующие слова. Как ты цветешь, растешь и пахнешь, пусть так же и мое здоровье поправится, и так же я счастливой буду, и так же я здоровой буду. То есть, тем самым, одновременно вы избавляетесь от болезни, и тем самым на растущую луну вы поправляете здоровье и просите у дерева какое-то благополучие для себя. Очень простой ритуал на самом деле, и вам это обязательно пригодится. И это нужно делать, еще раз говорю, в тельце, когда новолуние в тельце. И идет эта новолуния, еще будет продолжаться растущую луну. Эти все задачи на две недели вперед. Пользуйтесь во благо и живите счастливо и здорово. А с вами была я, ваша Светлана. Всех обнимаю. Всем пока-пока.